Приветствую всех любителей халявы! Epic Games Store как обычно радует нас новыми раздачами, не настолько сильно как прошлые разы, когда нам давали по 2-3 игры, но за бесплатно грех жаловаться. Хотя, возможно это тот самый случай, когда пожаловаться есть на что. И в этом видео вы узнаете, стоит ли эту игру скачивать или можно обойти мимо. Перед началом обзора прошу поддержать канал подпиской, так вы не забудете о новой раздаче, а ещё на регулярной основе будете получать контент на игровую тематику. Всем приятного просмотра! И сегодня на раздаче у нас довольно спорный проект, под названием... Idle Champions of the Forgotten Realms У игры очень хорошие отзывы в стиме, и она действительно имеет своих фанатов. Это такой кликер с элементами RPG и стратегии, приправленный элементами Dungeons & Dragons. Мы берём под своё управление армию героев, что постоянно двигается вперёд и автоматически убивает всё на своём пути, собирая золото, различные предметы. Собранные валюты мы будем тратить на улучшение персонажей и на покупку различных предметов. Своих героев мы можем расставлять в нужном порядке и распределять экипировку и апгрейды. Например, можно поставить слабого персонажа в конец партии и навешать на него различные множители, что будут бафать весь отряд. Ну и при подборе персонажей нужно учитывать их взаимодействие и совокупность характеристик с множителями. Квесты тут выполнены довольно необычно. Каждый раз квест обнуляет всех персонажей и даёт определённую цель на уровень, после выполнения которой нас ожидает схватка с боссом. Ну и перед каждым таким заходом нам нужно правильно распределить свою формацию и раскидать характеристики. А во время этого процесса нас всё время заваливают различными апгрейдами, которыми, например, можно увеличить объём получаемого золота или повысить характеристики. И да, вы правильно понимаете, я всё ещё говорю об игре в жанре кликер. А кликать придётся хоть и много, но бывает выгоднее прокачивать именно урон своей партии, нежели урон от кликов. Но давайте уже перейдём к нескольким довольно серьёзным минусам, которые могут отпугнуть большинство людей от этой игры. Первое, о чём нужно сказать, игра бесплатная. То есть не только на этой раздаче, а и вообще бесплатная. А значит, донат, донат и ещё раз донат. Есть сундуки, предметы и бустеры, покупаемые за реальные деньги. Но, справедливости ради, сундуки можно купить и за игровую валюту. Ну и слава богу, нам не просто дали фри-то-плей проект, а приправили его различным доп-контентом и предметами. Весь доп-контент вы можете сейчас видеть на экране. Второе, относительный минус, игра есть на мобильных устройствах, и вот на них игра выглядит намного более предпочтительнее. Именно такой геймплей подходит для залипания в телефоне, например, при поездке в метро. А играть в это на ПК, как-то желания много не возникает. Ну и третий минус, который уже классически для большинства раздач, отсутствие русской локализации. Но если честно, она тут не особо даже нужна. Так что вообще можно сказать об этой раздаче? Думаю, она мало кого заинтересует, но если вдруг вам нравится сочетание кликера и RPG в сеттинге Dungeons & Dragons, можете попробовать. А мне лично даже впаду добавлять эту свою библиотеку, а это бывает очень редко. Напишите в комментах, есть ли любители такого жанра. И всем огромное спасибо за просмотр. Пишите, какая игра со списка вас заинтересовала, или в какую вы уже играли ранее. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам вдруг понравилось это видео. Будем ждать следующей раздачи. Ну и всем хорошего настроения.